прямо сегодня всем привет 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 нас сегодня эфир для марафонцев но в принципе для всех кому интересен скетчинг привет 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 так постепенно приходят люди но я уже начну и все мы сохраним by gtv все будет доступно достаточно долго чуть ли не всегда поэтому все все успеют все нарисуют нужно нарисовать минимум три задания до 7 числа для людей кто у нас марафоне привет привет и сегодня мы с вами рисуем пальто я подумала почему бы нам не сделать клетчатая пальто так что вот моя девочка сверху положила листик нарисовала пальтошку для нее и сейчас будем с вами это пальто раскрашивать я надеюсь что всем видно ничего нигде не бликует для начала я опять объясняю в маркерах вы можете рисовать в маркерах либо в акварели в принципе чем угодно могут быть какие-то акварельные карандаши все нам можно использовать беру маркеры у меня будет три цвета опять более светлый такой более средний насыщенный и я взяла вот такой самый темный вот они три еще самый такой темный для теней глубоких начинаем самого светлого делаем полный закрас нашего пальто просто вот так в один слой этим оттенком я крашу у нас сегодня будет клетка tartan да я не упомянула в начале поэтому основу я взяла красную такую яркую насыщенную даже коралловую скорее вы можете взять какой-то ярко-синий оттенок зеленый главное чтобы мы с вами нарисовали клетчатая пальтишко помимо того что это может быть даже не пальто а какой-то жакет может быть полу пальто какая-то объемная рубашка делаем первый закрас всем привет новым мы сегодня рисуем клетчатое пальто это у нас предпоследнее задание марафона последнее будет завтра но опять повторю что не обязательно делать все 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 задания главное сделать 3 то есть нам и прорисуем фигуру закрасим фигуру нужно вас отмечать в марафоне просто в условиях только хэштег нет отмечать тоже нас нужно и fashion вектор дизайн и меня по моему это было прописано но просто по хэштегу мы всех не словим а если будет отметка то сразу видно кто что сделал так первые слои мы сделали перейдем 2 чуть более темный оттенок и я накладываю первые тени иду по внутренней части рукава прохожусь по складочкам где-то в принципе посильнее крашу например если нет уж такие складки объемные везде тут прохожу по воротнику тоже чуть-чуть затемняю немножко прохожусь по краю борта бачка тоже немного затемню и сейчас подумаю если где-то мне нужно будет немножко сгладить тень я беру опять первый цвет и прохожусь им еще по пальто можно где-нибудь накладываю цвет друг на друга вот такая у нас получается основа и теперь возьмем самый темный цвет да отмечайте просто так мы действительно быстрее видим кто что сделал и можем вас отметить теперь темным самым насыщенным оттенком я еще проработаю немножко контур и тени прохожусь чуть-чуть осторожно по швам по складочкам это у меня кстати темно бордовый оттенок который практически черным выглядит на рисунке но им чуть-чуть пользуюсь и кармашки тени можно будет добавить потом еще в конце сверху немного всем привет теперь уже приступаем к прорисовке самой клетки у меня для этого есть несколько маркеров и ручки маркер я буду использовать темно-серый оттенок и еще более светлый серый куда-то он у меня пропал часу найду это такой средность и средний серый тон который немножко делал он немного полупрозрачный то есть мы будем сейчас красить клетку и она будет смешиваться вот с этим красным оттенком я хочу сделать крупную клетку вы можете сделать в принципе любую клетку которую захочется хоть по косой и расположить а я делаю именно ой спасибо я уверен у всех получится стараясь объяснять все очень подробно и понятно и как можно легче так светлый серый вот он такой и рисую сейчас широкую клетку и вот он такой немного полупрозрачный так что мы видим красный цвет внутри по крайней мере у меня например это видно на видео может быть не такой эффект немного конечно но если вы делаете эту акварелью то просто на красный тон акварели вы так полупрозрачный черный выкладывайте такая пока похожа на пчелку но скоро будет клеточка по карману хочу положить по косой поэтому делаю вот так наискосок у меня аж глаза проследились так и еще вот здесь тоже пусть будет по косой и теперь вниз видите при наложении друг на друга серый цвет он образует более темный квадратика вот как раз этого нам и нужно добиться но этот квадратик мы еще дополнительно будем также прорабатывать с этой стороны тоже рисую теперь еще здесь так все теперь неудобно широкой стороной сейчас возьму узкую узкой стороной тоже закрашиваю но желательно несколько раз прям вот по одному месту не проводить в этой полосочки так и рукава я хочу оставить однотонного цвета пусть они все таки будут так как-то по контрастнее смотреться теперь мы берем еще более темный серый и нам нужно с вами вот место пересечения а я забыла господи сейчас здесь же у меня все по косой было добавить еще вот сюда нужно и здесь тоже чуть-чуть вот так покажу теперь берем темно-серый оттенок и закрашиваем наши квадратики которые вот на пересечении этих линий на ранее видели что на тартане есть такой вот этот момент в плетении что где-то зависит конечно от дизайна мне вот очень нравится такой эффект как будто накладывается действительно две полупрозрачные полоски друг на друга и каждый квадратик я вот так закрашиваю клетка может быть мельче может быть наоборот супер крупный какой-то но схема в принципе одна и та же я думаю что на зеленом оттенке тоже было бы очень красиво что не за что у меня происходит глазами я сижу плачу так кто-то жарит лук может быть да всем привет еще расскажу что сегодня рисуем клетчатое пальто и на задание в марафон тоже будет клетчатое пальто но вы можете взять какой-то зеленый оттенок например под основу можете взять голубой розовый и нарисовать клеточку такс тут сделала сделала все вроде везде показала немножко у меня клеточка поехала в крое но не обессудьте клетка есть теперь один из тоже интересных моментов который мне нравится я беру черный маркер либо это может быть черный линер как еще будете выбирать победителя будем отбирать с катей вместе смотреть по работам там по количеству работ ну там разные критерии вот поэтому будем стараться уже очень много классных иллюстраций я честно говоря даже не знаю как мы будем отбирать душ так много всего крутого и вообще так рада что много людей участвует тут очень здорово очень приятно смотреть как вы рисуете кто-то присылает фотографии с детками так я заболталась а мы тем не временем продолжаем теперь я провожу внутри вот этой серой полоски тонкую черную полоску и и у меня должно быть хорошо видно потому что это черный маркер он более такой плотный мы вырисовываем вот этот дизайн нашего клетчатого принта так у меня скрипит этот фломастер может быть вам тоже слышно здесь показала тут проходимся обязательно по центру по кармашкам вот так и еще по центру горизонтальных линий тоже мы пройдемся здесь где борт не обязательно их прям четко друг с дружкой рисовать можно чуть-чуть сместить как будто в борту не чуть распахнут например чтобы было ощущение что один борт сверху другой чуть-чуть пониже следующим этапом я беру черный тонкий линер у меня вот такой линер 005 и им я также прорисовываю еще дополнительную клетку но уже очень тоненькую чтобы она проходила по вот этим красным квадратиком вниз по мы показываем что у нас в плетении здесь есть еще вот такая ниточка черная тут у нас она идет вот так и сюда пойдет вниз в общем то наверное главная фишка вот этого тартана в том что основные вот эти серые полосы они такие чуть более прозрачные получается очень такой интересный видок и также еще делаем горизонтальные полосочки уже начинает рябить в глазах сейчас давайте чтобы мы не потеряли сильно возьму линер чуть потолще и сделаю обводку для пальто вот целиком мы начнем обводить зачем делать эту линию а поняли все поняли хорошо тут на самом деле действительно зависит от дизайна эта линия может быть ее может не быть откройте pinterest либо google посмотрите насколько разные бывают клеточки вы можете прям взять по референсу нарисовать какую-то клетку так водку сюда да в общем то совершенно спокойно берем дизайн из пинтереста и его отображаем сижу на карантине добивая свой этот линер который все на последнем издохе у меня работает надеюсь что через месяц я выйду отсюда схожу в леонардо и закуплюсь всем что у меня закончится так сделала обводку не забываю про реглан тоже здесь на всякий случай его проведу было поярче видно вот эту линию борта тоже мы проведем но ее сейчас сильно не видно поэтому мы дополнительно еще будем делать обводку светлым цветом сейчас покажу как про них тоже не забываю и теперь делаем внутреннюю обводку белой гелевой ручкой потому что так вот мы смотрим как-то все очень плоско непонятно где здесь борт где что где карманы и чтобы мы это как-то отделили друг от друга берем белую гелевую ручку и поехали просто вот по той черной линии идем вниз и уже совсем другой вид и также по кармашкам кстати вот эту белую гелевую ручку девушка одна в марафоне заменила на серебряную почему тоже как вариант очень даже теперь еще автор то не есть светлые ниточки внутри в плетении и поэтому их я тоже хочу прорисовать и от дизайна конечно зависит как они будут лежать но вот вам своему референсу мне хочется сделать так чтобы они были опять же на черных вот этих полосочках такой пунктирный линий вот этот пунктирчик я сейчас буду вести прям вот черная полоса которая у меня была по центру я можно сказать ее обвожу пунктиром на воротник тоже в общем то здесь можно подизайнерить попридумывать свой собственный какой-то узор у меня есть еще прикольные металлические ручки с которыми тоже получается очень круто поэтому если у вас есть какие-то блестящие ручки у детей например можно отжать пару штук можно также прорисовать ими красивые какие-то люрексовые ниточки есть тоже провожу тут у меня черная полосочка уходит в бок поэтому белый вот этот штрих он по одной полоске будет такой медитативный процесс получается может быть у кого-то есть вопросы по марафону обязательно спрашивайте все вам расскажу все эфиры находятся у фэшн вектор дизайн у катя вайджи т.в. она их по-моему еще раз анонсировала в stories чтобы все все увидели никто ничего не пропустил истории не будут но в основном по постам но в принципе мы просто по всем работам то есть мы не конкретно считаем кто вот сколько сделал мы поэтому и говорим что минимум три задания нужно выполнить что же но не у всех есть время кто-то еще работает на удаленке кто-то не на удаленке даже поэтому будем смотреть кто как душевно что ли вложился не знаю будем разбираться много критериев разных так а я тем временем все продолжаю обводить белым пунктиром наши полосочки так еще немножко вы можете сделать пунктиром можно сделать просто прямой линией тут тоже смотрим какой у вас дизайн будет так ну что вот такое пальто у нас получилось рисуйте с удовольствием можно сюда добавить еще какую-то металлическую ручку например да сейчас я вам даже покажу какая у меня есть купила ее это же в леонардо и тут у меня металлический красный с черным и вот еще есть синяя но он не прям такой трудный на самом деле это вот просто один раз нарисовать и все прям будет понятно так со стороны действительно кажется что ой очень трудно его рисовать непонятно но в целом просто вы рисуете квадратики разными материалами а вот та самая металлическая ручка надеюсь что он будет видно у нее фиолетовая яркая основа и блестящие металлические такие частицы чем сложнее тем лучше это да ну просто интересно даже поломать мозг то что например где-то сделать по косой клетку где-то у вас может быть складка и обращаю внимание что на складках на каких-то сборках тоже вот вся клетка она будет заминаться сейчас мини урок по расположению принта ну вот она у нас была прямая клетка и если у нас тут образуются какие-то вот такие фаллы складочки например вдруг вы захотите нарисовать какую-нибудь рубашку с баской такой то соответственно сама наша клетка она будет идти за вот этими складками и чем сильнее расширяются складки тем она вот здесь тоже сильнее расширяется и вниз так будет расходиться грубо говоря но это в общих чертах я вам рассказала такой маленький мини ликбез так что рисуйте с удовольствием жду от вас пальто любого цвета и любого дизайна клетки всем приятного рисунка и до следующего эфира